Пока в посёлке Искатели ждут глобальных изменений, жители микрорайона Качгард бьют тревогу. На протяжении нескольких недель оттуда не вывозят мусор. Гора с бытовыми отходами с каждым днём становится выше и зловоннее. Кто виноват и как решить проблему? Ответы на эти вопросы искала наш корреспондент Алина Ваучейская. Это невозможно вонить. Какой кошмар, такого раньше не было. Мухи, крысы и бездомные собаки. Эти обитатели в соседях у Ольги Квитко числятся уже две недели. Ровно столько из мусорных контейнеров, расположенных около дома женщины, не вывозят отходы. Грязью зарастает практически весь микрорайон Качгард. Улицы Морская и Речная, переулки Снежный и Школьный. Раньше отходы из контейнеров в этом районе вывозила компания «Базис-сервис». Но чуть позже обязанности по уборке передали «Базис-трансу». Те, в свою очередь, повысили тарифы на вывоз бытовых отходов. Если раньше с одного человека брали 75 рублей, то теперь за уборку мусора в месяц нужно платить 225 рублей. Такие ценовые изменения не понравились жильцам. Я вот по этому договору и буду платить. Теперь не буду, потому что не выполняют они свои функции. Счет уже пришел. Счет пришел, вон исправно опустили в почтовый ящик. Это же июль. Неважно. Они и в июле не вывозили. Так они каждый месяц носят. Они и в июле не вывозили уже. Июле вообще не вывозили. В июне на общем собрании жильцы Качгарта решили поменять обслуживающую компанию. На сходе присутствовали и представители управляющих организаций, базис-трансу по КТС и староста микрорайона. Из 130 семей, проживающих в частном секторе Качгарта, договор с по КТС так никто и не заключил. Итог. Разбросанный мусор продолжает портить вид почти всему микрорайону. Тем временем коммунальщики нам пояснили, что мусор вывозить не будут, пока хотя бы 70% жильцов не заключат с ними договор. На данный момент организация наша выразила согласие обслуживать микрорайон. Но до сих пор ни один из жильцов не пришел для заключения договора. Договорных отношений нет и, соответственно, мы не выполняем работы. В этой истории найти виноватых сложно. Вроде и жильцы страдают, и управляющие компании здесь ни при чем. Хотя есть еще и третья сторона мэрия. В 131-м федеральном законе четко прописаны обязанности муниципальных образований. В том числе организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, а также организация мероприятий по охране окружающей среды. Впрочем, пока город-администрация лишь развесила объявления с просьбой к жильцам заключить договор с управляющей организацией. Так называемая война между жильцами и управляющими компаниями в наше время явление часто и уже ставшее нормой. Ситуация, которая происходит сейчас в Катчгарте, отдаленно напоминает сюжет из басни Ивана Андреевича Крылова. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только ВОЗ и ныне там. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.